Четверг, 7 марта. В эфире телеканала Белсад. Выпуск новостей вот так кратко. Я Юлия Войнар. Здравствуйте. Власти Армении потребовали от России отозвать из международного ереванского аэропорта Звартнос российских пограничников. Они там находятся на основании договора 1992 года о статусе погранвойск России. По этому соглашению четыре отряда осуществляют контроль на границе Армении с Турцией и Ираном и в нескольких населенных пунктах, а также на КПП в аэропорту Еревана. Секретарь Совета безопасности Армении накануне заявил, что контроль в аэропорту должны полностью осуществлять армянские погранвойска. Некоторые политики также заявляли, что присутствие миротворческого российского контингента в Армении стало нежелательным после того, как Россия, по их мнению, не смогла защитить своего союзника в последней войне с Азербайджаном из-за территории Нагорного Карабаха. По словам источника BBC, главная претензия – это показательно нейтральная позиция, которую Россия занимает в столкновениях на армяно-азербайджанской границе, в то время как ЕС и США высказываются в защиту территориальной целостности Армении. США рассматривают возможность передать Украине помощь на 200 миллионов долларов из резервных фондов Пентагона, предназначенных для финансирования американской армии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Средства направят на оплату критически важного оружия, расходных материалов и оборудования. Окончательное решение пока не принято. Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что ищут дополнительные варианты помощи Украине. В частности, продолжится работа с Конгрессом, чтобы был одобрен пакет финансирования. Однако согласует ли этот пакет Палаты представителей, будет зависеть от спикера Майка Джонсона, сообщил советник Белого дома Джон Кирби. Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новый пакет финансовой помощи Украине. От этого зависят поставки оружия и ситуация на фронте. По словам Кирби, США также будут работать с союзниками и партнерами относительно возможных взносов. Тем временем Великобритания заявила о готовности передать Киеву активы российского Центробанка. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон сообщил, что средства Украина получит в виде займа, с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации. Как пишет издание Guardian, в Великобритании были заморожены активы Центробанка России на сумму около 25 миллиардов фунтов стерлингов. Это 32 миллиарда долларов. Однако официально об этом не сообщалось. В Кремле не намерены вмешиваться в американские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия никогда не влияла на голосование в Соединенных Штатах и в этот раз не будет. Кроме того, в Москве отвергли утверждение о том, что Кремль организовал кампании с целью повлиять на американские выборы в 2016 и 2020 годах. Стоит отметить, что американские официальные лица и эксперты всерьез обеспокоены тем, что Россия вновь может попытаться повлиять на выборы. В конце февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об этом в интервью телеканалу ABC News. По его словам, есть много причин для беспокойства по поводу попыток России вмешаться в выборы 2024 года. Он подчеркнул, что власти США будут бдительны в этом вопросе. Партия «Единая Россия» создала и распространяет сервис «Гео-СМС», который позволит контролировать явку избирателей на выборах. Об этом сообщило движение в защиту прав избирателей «Голос», в распоряжении которого оказались промо-материалы, подготовленные для функционеров партии власти. Сервис служит для подтверждения посещения участка голосования. Система присылает сообщения, содержащие текст и уникальную ссылку, при переходе по которой избиратель попадает на сайт для подтверждения явки. При этом у пользователя должна быть включена геолокация, а ссылка не будет работать за пределами избирательного участка. Скачать гео-СМС можно только по индивидуальной ссылке, если номер телефона пользователя заранее внесли в партийную базу данных. Предполагается, что установить на свои смартфоны это приложение будут принуждать бюджетников и сотрудников крупных корпораций. 15-17 марта в России и на оккупированных территориях Украины пройдут выборы президента России. По замыслу Кремля явка на голосование должна быть крайне высокой – 70-80%. ЦИК зарегистрировал четверых кандидатов, среди них действующий глава государства Владимир Путин, который собирается занять эту должность в пятый раз. Эти выборы независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Массовая высылка дипломатов нанесла сильный удар по шпионской сети России в Европе. Сегодня Москва вынуждена вести разведку новыми методами и вербовать больше иностранцев для работы на российские спецслужбы. Подробности о новых аспектах шпионской деятельности Кремля публикует Financial Times. Основным направлением стало более широкое использование так называемых «проксигруппировок», которые состоят из граждан других стран, привлеченных из политики, бизнеса или организованной преступности. По словам источников Financial Times, эти люди зачастую могут не знать, что работают именно на российские спецслужбы, они просто выполняют полученные задания за деньги. Помимо этого, за последние два года Россия усилила свои шпионские базы в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, а несколько высланных из ЕС предполагаемых агентов теперь работают в Сербии. Всего после начала войны против Украины из стран Евросоюза выслали 600 дипломатов, из которых около 400 человек считались сотрудниками спецслужб, действующими под дипломатическим прикрытием. Министерство иностранных дел России приравняло к грабежу планы литовских властей конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами. В российском дипломатическом ведомстве пообещали ответ, однако не конкретизировали, каким он может быть. Дипломаты призвали россиян воздержаться от поездок в Литву и в целом страны Балтии, поскольку считают в МИДе, там занимают враждебную позицию по отношению к России. Таможенный департамент Литвы в начале марта заявил, что автомобили с российскими номерами должны покинуть страну до 11 марта. Нарушителям грозит штраф и конфискация. Аналогичный запрет уже действует в Латвии. Эстония в сентябре 2023 года дала владельцам авто с российскими госномерами полгода на перерегистрацию. Эти меры ввели в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии по поводу санкций против России из-за военного вторжения в Украину. Запрет на въезд машин с российскими номерами действует также в Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии. Если вы смотрите наш выпуск на ютубе, поддержите нашу работу, поставьте лайк под этим видео, активно пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. В описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы. Отношения между Чехией и Словакией ухудшились после прихода к власти нового словацкого премьер-министра Роберта Фицу. Об этом заявили в чешские власти перенесли совместное заседание обоих правительств на более поздний срок. Об этом рассказал премьер-министр республики Петр Фиола. По его словам, консультации с кабинетом Словакской республики в ближайшие недели или месяцы невозможны. Причиной назвали недавнюю встречу главы словацкого МИДа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она состоялась в Турецкой Анталии. Чехия назвала эту встречу проблематичной. Фиола отметил, что для такой оценки есть немало причин. Несмотря на это, министр иностранных дел Чехии заявил, что страны продолжат совместную работу над разными проектами. По его словам, Прага хотела бы иметь хорошее отношение с Братиславой как на уровне личных связей, так и в плане политики. Суд в Москве продлил до 10 апреля срок ареста театральному режиссеру Евгении Берковича и драматургу Светлане Петричук. На заседание, которое было вход в здание, мотивируя это тем, что начало слушаний было назначено на 6 часов вечера, время закрытия суда. Беркович и Петричук находятся в СИЗО с мая 2023 года. Их обвиняют в так называемом оправдании терроризма за пьесу «Финист Ясный сокол» о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать женами боевиков террористической организации «Исламское государство». В 2022 году спектакль получил самую престижную государственную театральную премию России «Золотая маска». Правозащитники считают преследование автора постановки политически мотивированным. В ближайшее время начнется рассмотрение дела по существу. Беркович и Петричук грозит до 7 лет лишения свободы. За последние 6 лет в России по уголовным статьям об оправдании терроризма, экстремизме и о так называемых фейках и дискредитации армии преследованию подверглись более 5600 человек. Огромная толпа кенгуру ворвалась на поле гольф-клуба недалеко от австралийского Мельбурна. Находившиеся там игроки говорят, что такое количество животных они видят впервые. В 2021 году руководство клуба заявило, что будет проводить выбраковку кенгуру, которые выбегут на поле. Однако после общественного резонанса клуб отменил свое решение. Вместо этого было предложено возвести высокие заборы. Похоже, этот вариант не сработал. В России зафиксировали рост продаж книг о войне и патриотизме. Тренд наметился еще в 2022 году, но в 2023 книги на эти темы стали еще более востребованными. Более подробно об этом расскажут мои коллеги в вечернем выпуске «Вот так». А мы с вами увидимся завтра. В то же время берегите себя и своих родных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова